Всем привет! Меня зовут Ника. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у нас распаковка, наконец-то, второго мини-альбома Key из Shiny Good & Great. И передо мной все выпущенные к данному релизу версии. Две версии Cover Letter, Knit, Dynamic, Work Report, QR и S-mini. Также у меня есть одна предзаказка, которая, я так понимаю, шла к вот этой версии. Это у нас Soundwave. Да, я особо не заморочена на сборе предзаказок для SoloShiny. Но тут так получилось абсолютно случайно, что шоп, в котором я заказывала их, кореянка, закупила альбомы на Sound, особо даже никого не предупредив. Поэтому бонусно у меня получилась вот такая вот красивущая карта, что прекрасно. Абсолютно не против никогда каких-то лишних карт. Итак, я думаю, что мы с вами, как обычно, начнем с более больших версий и пойдем на уменьшение. Поэтому начнем именно с Cover Letter. И я думаю, что давайте Snit версии. Давайте я сниму пленочку и посмотрим повнимательнее на эту версию, потому что даже уже ее обложка имеет очень много интересных элементов. Это выглядит как папка с рабочими документами, резюме или отчетом. И, в общем-то, так как она, версия называется Cover Letter, я так понимаю, он отсылает нас больше к резюме. Да, у нас тут есть даже Great, его оценки. Мне очень нравится Animal Lava и Warm Hutted. Это все очень-очень мило. В общем, я в восторге от этой тематики. В такой упаковке есть небольшие минусы. Например, вот эта штука чуть-чуть загибается. Но мне настолько нравится вот все оформление. Даже перечислено, что включено. И, пожалуйста, обращайся с моими вещами бережно и сохраняй их. Это так мило. Мне очень нравится. И это реальная резиночка. Здесь у нас вот такая вот фоточка. Я так понимаю, она открепляется. Да. Вроде такой большой айдишки. И здесь у нас написано, что Key у нас тот, кто подал, в общем-то, данную отчет, анкету. Здесь отмечено, что это у нас мини-альбом. И цитата, которая, в общем-то, идет, я так понимаю, опять же, на всех версиях. Очень-очень теплая, милая цитата, которая говорит нам о том, что у каждого свой, так называемый, офис, где мы испытываем как сложные моменты, так и радость, одиночество, грусть. И он искренне надеется, что мы не встретим на своем пути никакие моменты, которые заставят нас сомневаться в нашей ценности и в наших качествах, что очень-очень тепло и прекрасно. Я в огромном восторге от всего, что он сделал для этого камбэка. Но об этом давайте уже внутри версии подробнее поговорим. Я не знаю, где вложения. Наверное, они вот все здесь, что ли. Карта все-таки в фотобуке. И давайте начнем по порядку. С того, что у нас тут лежит, не уверена, что мой экран достаточно большой, но окей. Итак, это его резюме, и оно выполнено очень реалистично и классно. Здесь у нас есть опыт работы, его сильные стороны, about, master kit, all solutions. Это очень спешно. Его языки alien, потрясающе хобби. И у него есть лицензия на вождение летающего стула. И также сертификат на то, чтобы нянчиться с разными существами. Я думаю, тут он намекает нам на бокселя. Это прелестно. Также боксели, которые участвуют во всем-во всем. Agreement, confidentiality agreement. Тоже, да, конечно же, нам нужно все это подписывать. Потрясающе. И еще у нас есть вот такой вот плакатик, бумажечка. Не знаю, но выглядит очень круто. И давайте смотреть фотобук. Фотобук тоже выглядит. Здесь у нас соглашение о неразглашении. Да, и очень красивый фон, такой голубенький. Я надеюсь, что, да, он вылезает. Отлично. Эта версия более такая спокойная, офисная. В следующую у нас уже будет революция. Но здесь пока он лишь готовится к ней, он собирает нашу базуку. Мне очень понравилось, как они сняли все закадровые видео. Потому что там именно боксели рассказывает нам от своего имени. Все происходящее комментирует. Это очень и мило, и смешно, и, в общем, достаточно оригинально. Мне очень понравилось. Интересно, в принципе, было мне наблюдать за всем контентом, который он выпускал в рамках этого камбэка и предрелизные видео. Это было так классно. В принципе, концепт именно работы в офисе, его не так часто используют и не так часто раскрывают. Вот действительно настолько полно, насколько это сделал Ки. Но я очень люблю такое. Это вот то, что мне нравится. Я не очень люблю, например, школьные концепты. Потому что, наверное, школа вообще не самый любимый период моей жизни. Я не ностальгирую по ней. Но я искренне люблю работу в офисе. Хоть я сейчас работаю удаленно, но я много лет отходила в офис. И так я с начальством, конечно, не поступала. Но разные бывают ситуации. И этот концепт намного лучше со мной коррелирует и отзывается у меня. И действительно, все его отсылки. И было видно, что, как и всегда, Кипом, если берется за какой-то концепт, тот делает его очень хорошо. Очень продуманно, с кучей деталей. Даже какая-то вот тут переписка. Да, они тут затевают переворот с бокселем. А, получается, бокселем ему прислал самолетик, в котором написано, что давай будем бороться за свободу. Это прикольно. И Кипом задумался. В общем, тут можно проследить сюжетную линию. Это прекрасно. И с музыкальной точки зрения. Камбэк абсолютно потрясающий. Я, на самом деле, у меня заглавка так сильно не заходила со времен Bad Love, что я очень-очень счастлива, что она мне зашла. Но, да, давайте о треках поговорим уже, наверное, в следующей версии. Будем дальше смотреть с вами на вложения, потому что вложений много. Опять же, как всегда у Кипома много всего, и все очень-очень классное. Так, во-первых, у нас... Что у нас есть? У нас есть диск. Вот в таком конвертике. С самолетиком. У нас есть... А, как раз-таки тексты песен. Да, вот наш трек-лист. Шесть песен. И они тоже оформлены. Очень-очень аутентично. Тут также есть несколько... Мне так нравится. Это выглядит, как реальная ручка. Это очень реалистично выглядит. Так классно. Да, и также Кипом участвовал в написании песен. Например, он написал «Мира-мира». Давайте посмотрим, где еще он участвовал. А, нет, все, получается, да, его песня только «Мира-мира». Но, опять же, по крайней мере, одна песня, написанная Кипомом, он всегда старается участвовать во всех аспектах. Реклама и всем. Это у нас открытка, карта и постер. Это у нас, я так понимаю, все рандом. Давайте смотреть. О, постер, конечно, огромный, но очень красивый. Это наш концепт, да, где он улетает на велосипеде. И он действительно снимал это в полете. То есть он действительно подвешивался на этом велосипеде. Очень классно. Так, и давайте смотреть. Открыточка. А, точно, это вот эти вот айдишки. Их, по-моему, два варианта. Я надеюсь, мне выпадут оба. Они очень-очень миленькие. Потому что они внезапно рандомные, по-моему. Я думала, они соответствуют версиям. И мне выпала, в общем-то, соответствующая этой версией открыточка. Но вроде они рандомные. И также карта. Мне очень нравится задник. Они классные. И давайте смотреть. Карты, да, опять замечательные. Я очень надеюсь, что мне выпадет, может быть, хоть одна в образе бокселя. Но они все классные. Собирать я буду все. Поэтому рада я тоже абсолютно всем. Да, и это у нас была первая версия. Да, вторая версия выполнена точно так же. Но при этом она в более таком сиреневом цвете. И более такая уже бунтарская. Мне еще нравится, что здесь, да, у нас есть трек-лист. И дни, доступные для прослушивания, все правильно. Надо слушать каждый день. И также у нас оценка отменена. Да, то есть это слишком бунтарская версия, чтобы работодатели могли принять ее. Это забавно. Да, здесь у нас также есть вот эта вот айтишечка. И здесь он зачеркнул то, что он аппликант и написал, что он артист. Вот за эти детали я обожаю кибома. При этом... Так, давайте я достану вложение. Ну вот, да, мне выпал дубль. Но ничего страшного, у меня будет еще две версии. Я взяла в этот раз два сета, потому что я подумала, может быть, так мне будет легче все собирать. Их такая прелесть. Ах, это очень мило. Я не могу найти карту. Но давайте мы все просмотрим. Она осталась в папке. Я ее спалила, но да ладно, ничего страшного. Все равно никто, кроме кибомы, нам тут выпасть не может. Но я так испугалась. И давайте досмотреть. Здесь у нас более дерзкие такие образы. Очень-очень красивые. Мне также очень нравятся его веснушки. Мне кажется, кибому очень тяжело планировать каждый новый камбэк, потому что мои, да и не только мои, ожидания от каждого его релиза очень-очень высоки. Он уже настолько высокую планку задает каждый раз как физикой альбомов, так и продуманностью концептов. И вообще всем, что он делает, то есть и в плане музыки, и в плане подачи, в плане физических версий. Это настолько всегда шикарно, что очень-очень многие, думаю, ждут от него каждый раз чего-то еще более классного, чего-то еще более интересного. И я тоже всегда с нетерпением жду, когда же он анонсирует следующий камбэк, какие будут версии, какой будет концепт. Я его подробных деталей альбомов не жду, наверное, ничьи больше так, как его, потому что мне безумно каждый раз интересно, что же он придумал. И я представляю, насколько ему тяжело, но при этом еще ни разу не было какого-то разочарования у меня, или хотя бы, чтобы я подумала, о, ну это обычно. Нет, я каждый раз в восторге. Мне еще вот это очень понравилось. Свобода — это не бесплатный Wi-Fi, кофе и копировальная машина, особенно в офисе. Да, это действительно не свобода. Ну это да, это действительно смешно. Мне очень понравился клип. Клип сделал классно, его очень интересно смотреть. Он опять же сюжетный, я с удовольствием посмотрела его сразу же, вот прямо подряд несколько раз, чтобы как-то уловить как можно больше деталей и понять что-то, что-то интересное. Потому что да, вот тут, вот тут все разглядывать интересно. Здесь, например, написано keep singing, keep dancing. Да, это, это, это классно. Это настолько интересно, необычно. Я не могу, я не просто готова петь оды восхищения этому мужчине бесконечно. И да, раз уж мы начали, давайте к музыке. Мне понравился альбом, да, со времен Bad Love, как я уже говорила, заглавки, то есть Gasoline Killer, так сильно меня не цепляли. Они мне нравились, но это не было такой вот любви-любви, когда я просто хочу слушать песню на репите и не останавливаясь. В данном случае это действительно было вот именно так. Если брать бесайды, то да, у нас был Cooless, полностью английский бесайд, с которым он также продвигался и выступал. И это, возможно, моя любимая песня в альбоме. Она очень классная, очень привязчивая. Я, в принципе, обожаю английские именно песни Кибома. Мне кажется, они классные, они всегда у него очень хорошо получаются. Но также мне очень понравилось Live Without You и Intoxicating. Ну и все они, да. Mira Mira, Can't Say Goodbye, абсолютно все бесайды классные. Очень сбалансированный, хороший альбом, где нет каких-то провисающих песен, проходных песен. Я в огромной восторге. Да, и у нас тут примерно такой же внутри концепт, только, я так понимаю, да, вот здесь фоточка, где он борется с боссом. Они также так классно сделали вот именно офисных начальников именно в таком концепте с этими огромными головами. Это так мило и забавно. Так, что у нас еще есть? Реклама СМ, открыточка, которую мы уже с вами спалили, диск. Диск, диск такой же. Так, и вот эти бумажки мы не посмотрели. Да, это также у нас резюме, которое оформлено просто в более таком, в манере абсолютно хаотичной, несерьезной. Да, также соглашение о неразглашении и вот эта классная штука. Я, может, даже их куда-то пристрою, я не знаю. Я собираюсь одну версию оставить в нейтронутом виде, то есть по одному альбому каждой версии авторы уже потрошить на то, что я хочу. Итак, плакатик. Да, плакатик у нас снова на велосипеде. И действительно прикольно очень они это снимали. И прикольно то, что он парил на этом велосипеде на веревочках. Я не знаю, как он на этих веревочках еще там умудрялся руки от руля отпускать. Как человек, который не умеет кататься на велосипеде, это просто магия какая-то. И я обожаю, когда он пишет что-то про my little freaks. Да, и здесь написано, что это для моих маленьких фриков. Спасибо, Кибома. И мне выпала, да, вот такая карточка в очочках. Смешные карты меня пока обходят стороной, но ничего страшного, да. Как я уже сказала, я рада всем картам Кибома. И очень здорово, что они положили нам эту резинку, иначе бы это все очень плохо держалось. Но благодаря резинке это все хорошо скреплено, и можно спокойно убирать на полочку. Следующая наша версия, третья, с таким, скажем так, полноценным фотобуком. Это Work Report. Я даже не знаю, наверное, она все же моя любимая. Потому что она компактная. Так, давайте я достану все вложения. Они оттуда уже сбегают. Ага. Частично у нас вложения вот здесь. Окей. Она компактная. Она на спиральках. Я люблю альбомы на спиральках. Она обклеена как будто бы стикерами. Притом они действительно фактурные. Они как будто наклеены. Тут есть даже места... Я сначала подумала, да, тут в комплекте идут стикеры. Вот такие, в общем-то, которыми у нас тут все и обклеено. Я в какой-то момент подумала, что ты сам можешь обклеивать этот альбом. Что он придет пустой, а тебе нужно, или, скажем так, можно будет его обклеить. Но частично, да, действительно. То есть мы можем вот этот стикер, например, вот сюда приклеить. И что-то дополнительно использовать. Вот, например, чупа-чупсы сюда. Я, возможно, опять же, так как у меня будет два альбома, я второй обклею. Но посмотрим. Прям идея очень классная. И мне действительно он так классно лежит в руках. Он очень компактный и милашный. Очень приятный на ощупь. И давайте смотреть, какие у нас здесь концепты. Да, он очень классный. Также листается легко. И здесь, да, более такие живые, закадровые. Я тоже такое люблю. Наверное, если бы я покупала одну версию, я брала бы эту. Вот это все оформление со стикерочками. Как будто это фоточки приклеенные на скотч. Это все дико, мило, разноцветно. I love my job. Действительно выглядит, как фоточки Кибома из офиса, где он работает. И не только работает. Но да, очень-очень классно. И здесь большое разнообразие концептов. В принципе, да, наверное, если вы хотите одну версию данного альбома. У Кибома, мне кажется, всегда есть та версия, которая вот... Вот та самая версия, которую покупают все, кто не собирает его, но хочет иметь такие потрясающие релизы. Потому что, да, я часто вижу распаковки его альбомов на зарубежном ютубе тоже от людей, которые, в общем-то, не собирают прицельно Шайни и Кибома, но покупают по одной версии, потому что удержаться просто невозможно. Это такой красавец. Что ж-то ж. Ким Кибом. Это забавно. Это очень забавно. Мне нравится, как все оформлено, опять же. Да, и здесь у нас сюжет, в общем-то, повторяется. Кибом получает самолетик и начинает балагурить. Да, план, как он собирает вот эту вот базуку, как он собирает ее из подручных средств. Это так классно. И мне очень нравится сама эстетика офиса. То есть он такой темный, мрачный, но достаточно аутентичный. И, в общем-то, за исключением того, что в офисах обычно более светлая атмосфера, мне кажется, это похоже. И это просто прекрасно. Этот его образ. Мне нравятся эти... Вот в данном случае шорты с гольфами смотрятся даже классно. Настолько. Но, в общем-то, что еще ждать? Вот Кибома и его непревзойденного чувства стиля. Да, вот этот принт мне очень нравится. Мне кажется, такой вариант имеет место быть. Хотя я не фанат, как правило, таких сочетаний. И, да, мне очень нравится его мимика, его актерская игра. Это жвачка. Мне кажется, он действительно умеет очень хорошо через фотобуки передавать истории. И его фотобуки — это всегда действительно как какой-то полнометражный фильм. Я в голове могу легко представить себе сюжет. И еще мне понравилось, что он, да, еще на моменте продакшена говорил, что очень хочет, чтобы везде был в вокселе. И это очень классно. Очень-очень классно. Вот этот образ тоже интересный. Тут он, конечно, тоже в шортах. И вот такого формата сочетания шорт с гольфами я не очень люблю. Но мне очень нравится именно верхняя часть. Прическа с этими розовыми косичками. Главной убор. Куртка. Вот эта часть. Даже вот эта полуюбка выглядит достаточно интересно. И да, опять же, я не знаю, как он базировал на этих веревках. Это просто потрясающе. Очень-очень классно. И вот эти такие домашние уютные фотографии мне тоже очень-очень нравятся. И как все оформлено. Просто прелесть. Просто прелесть. И там на заднем фоне, да, расписание, какие-то задачи, какие-то внезапные хомячки. Это классно. Кстати, тут даже, наверное, расписание выхода альбома на заднем фоне. Может быть, может быть, там какие-то, да, именно моменты тоже из расписания. Это вот умеет Сэм, когда может, когда хочет, точнее. Да. Good and great. И у нас тут мини-диск. Это так мило. Это самый милый маленький диск, который я только видела. Очень прелестно. Я люблю эти милые диски. Да. Я уже показывала вам стикеры по наполнению. Также у нас есть реклама Сэм такая же. И открыточка. Ого. Мне бы было так, где он кусает. Какая прелесть. Я очень довольна. Так, и у нас последнее наше рандомное вложение вот здесь. Это закладочка. Их тоже рандомная одна из двух. Но я не уверена, что я буду их собирать. Ну, то есть, выпадет вторая классно. Скорее всего, я их тут оставлю. Да. За счет, конечно, вот этой штуки карта немного дамажится. Но что поделать. Ладно. Окей. Ой, какая мне выпала милая. А, я так люблю его карты. Они такие всегда красивые. Очень красиво. Ай, как я довольна. Я так довольна, что у меня в следующий раз будут уже карты Ки для раскладывания на сортировке. Я, в общем-то, поэтому и хочу выпустить эту распаковку до сортировки, чтобы не ждать еще месяц. Я хочу сортировать их уже сейчас. Так, и у нас осталось две маленькие версии. Давайте с QR-ки начнем. Здесь у нас все-таки побольше всего и побольше фотокарт. О, треклист. И никогда лучше слушать какую песню. Интересно, интересно. Что значит галочки и нолики? Прочерки. Окей, ладно. Не очень понятно, но очень интересно. И, кстати, да, позиция его стажер. Это прикольно. Так, вот такая у нас, да, коробочка очень милашная. И там много-много карт, что я, конечно же, очень люблю. Во-первых, мне очень нравится, что он дал нам вот эту вот карточку, айдишку, с которой он тоже там и в фотобуках был, и в клипе. Мне кажется, это очень классно. Аутентично. Это пластиковая карта, на которой сзади QR-код, собственно. И да, мне нравится, что это мастерки. Тоже такая игра слов. Очень классно. Ее я, конечно, тоже в Пайндеру перу. Так. Дальше у нас инструкция. Это рандомная ссылка и стикер. Давайте сначала посмотрим на сет полароидов. В этот раз он нам дал не концепт-карты, а вот такие милейшие полароиды. Да, и сзади они выглядят вот так. Они, конечно, это тоже, да, своего рода концепты, но они выполнены в таком качестве, как будто действительно полароиды. Это вот этот такой у нас уютно-закадровый концепт. Действительно, работы в офисе, где как будто за ним просто наблюдают и фоткают в рандомные моменты. Абсолютно не такой официально студийный фотосет. Очень-очень миленько. Мне такой вариант... Мне и концептки, в общем-то, всегда у него нравились, но такой вариант мне нравится даже больше. Мне кажется, они очень миленькие. Он кусит рамен. Ну, это потрясающе. А тут он спит. Да, их 10 штучек, они очень классные. И да, у нас остался рандом. Давайте со стикера начнем. О, какой классный. Очень миленькая. Так, и получается у нас карточка. Вот такая. У меня еще не все карточки такие очень офисные, мне кажется. Ну, ладно. Да, мне главное, чтобы в двух моих сетах не было повторок, в остальном мне без разницы, что мне выпадает. У него в каждой версии по три карты. Вот я надеюсь максимально собрать везде две из трех. И последняя наша версия, это уже привычная S-mini. Она тоже выглядит очень-очень интересно. Да, вот так классно у нас выглядит кейсик. Вот так вот диск. Цепочечка, на которой можно подвесить его. И да, вот здесь у нас написано «Лучший работник дня». И что этим он признается good and great и лучшим работником в мире. И признается он, видимо, самим собой. Здесь у нас вот так очень-очень интересно находится трек-лист. Здесь всякие символы этого релиза. И схема тоже нашей базуки. И также написано, что пьес, ответ, который ты ищешь, приложен. Я думаю, он имеет в виду фотокарту. И это тоже очень-очень гениально. Так. Мне выпала еще одна карта в очечках. У меня просто коллекция карт в очечках. Ah, you are good and great already. И задник, мне так нравится, сочетание цветов. Ой, кивом. Он такой милый. Я не знаю, мне кажется, он один из тех настолько уютных, комфортных, добрых айдолов, искренне любящих свою аудиторию и настолько тепло это проявляющий. Я просто не могу всегда с него. И на этом у нас все. Давайте я соберу все версии и будем снимать концовку. Вот так вот много картона у меня с одного сета. Я очень жду. Второй мне отправили уже практически. Ну, лайкнули мою заявку на доставку по России. Поэтому думаю, что в ноябре он ко мне придет. И мы с вами распакуем. Посмотрим, что мне там выпадет. А на сегодня это все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Распаковали со мной эти потрясающие альбомы. И мы увидимся с вами в следующем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok